Один из двух предполагаемых мобильных госпиталей военные оперативно развернули в Буйнакске по поручению президента России. Он рассчитан на стукоек. Оборудован госпиталь всем необходимым. Так его будущие пациенты смогут получить своевременную и качественную медицинскую помощь. Какие условия для этого созданы? Лично проверили вице-премьер Дагестана Владимир Лемешко и командующий Каспийской флотилии Сергей Пинчук. На месте побывала и наша съемочная группа Ума Ибрагимова. Расскажет подробности. Военный госпиталь Минобороны развернули здесь, на одном из полигонов в Буйнакске. С раннего утра сюда прибыло более ста военных. Они уже провели электричество и установили в шатрах все необходимое. В частности, здесь оборудовано отделение хирургическое, реанимационное, инфекционное, а также рентген-кабинет и лаборатория. На данный момент в этой лаборатории можем делать любые анализы. То есть любые исследования. Есть у вас необходимая аппаратура? Есть вся необходимая аппаратура. Допустим, есть гематологический анализатор, также есть энтрифуга, также есть биохимический анализатор. Необходимые медикаменты закуплены, средства индивидуальной защиты тоже решена и проблема с нехваткой врачей. Сформирован, укомплектован 26 врачами, 41 медицинский работник среднего звена и санитары. Все врачи прошли дополнительную подготовку. Часть из них военно-медицинская академия, часть на базе других вузов. Здесь смогут принять 100 человек. Необходимость разворачивать госпиталь была, говорят власти. На местах начали выявлять большее количество сейчас заболевших, которые не обращались в медицинские учреждения. За медицинской помощью не были констатированы как зараженные ковидом или пневмонией, а лечились на дому. Решение принято президентом Российской Федерации о оказании помощи Дагестану. Был составлен план, перечень мероприятий, поручений правительству. В том числе одним из пунктов плана поручение Министерству обороны по развертыванию дополнительных сил и средств на территории республики. Все шатры продезинфицированы. И уже вечером того же дня в госпитале приняли первых пациентов. Ума Абрагимова, Махарбека Мариф и Камила Раджаву. Время новостей. Буйнакск.